До 25 тысяч автомобилей в сутки проезжают по автодорогам на Янмаро. Эти данные озвучил начальник окружной госавтоинспекции Леонид Николаев. Таким образом, количество транспортных средств на дорогах окружной столицы превышает норму, предусмотренную для третьей категории проезжей части. По загруженности дороги необходимо присваивать первую или вторую категорию, то есть иметь четыре полосы, или же строить объездную. Будет ли решена проблема в предстоящем строительном сезоне, расскажет Мария Владимирова. В Ненецком округе зарегистрировано почти 17 тысяч машин. С 2015 года рост составил 1700 автомобилей. Такое количество транспортных средств не может свободно передвигаться по городу и поселку Искатели. На сегодняшний день все магистральные дороги окружной столицы перегружены. Это и Первомайская, это и Ленина, и это Вуючейская, и это авиатор, она перегружена. Они требуют реконструкции. Или его надо расширять. Приводить соответствие тем требованиям, которые предъявляет сама по себе интенсивность прохождения транспортных средств. Но у нас практически все магистральные дороги на территории города и Искатели, они перегружены. Заключенные контракты, которые будут реализованы в окружной столице в 2020 году. Дорога на Ринмар Искатели от Кольца до конечной остановки в рабочем поселке. Городом заключен контракт по реконструкции улиц Полярная. Работа начнутся в 2021-м и должны быть завершены в течение года. Продолжатся работы по улице Авиаторов. Планируется заключить контракт по улице Заводской. В планах проектирование улицы Чернова, а также Яралова в Наринмар-Вилледже. Однако, как пояснили в департаменте ЖКХ и строительство Нейнского округа, данные мероприятия не позволят в полной мере решить проблему загруженности дорог. Они позволят улучшить ситуацию в том смысле, что дороги будут немножко лучше, да, и по ним будет, ну, легче передвигаться машинам. Но кардинально по разгрузке, особенно в центре города, они роли свои не сыграют. Без строительства бездной дороги, без строительства бездной дороги, проект первого участка дороги уже имеется, разгрузить будет невозможно. Но строительство первого участка именно бездной дороги позволит центру города разгрузить очень сильно, потому что непосредственно с морпорта будет возможность выйти на дорогу Наринмар-Искатели в районе Обедово. Первый этап строительства объездной дороги подразумевает вложение порядка 4 миллиардов рублей. Как отметил Михаил Фомин, без помощи федерального центра реализовать проект будет невозможно. Для того, чтобы с бумаги строительство дороги перенести в практическую плоскость, сейчас ведется работа с министерствами и ведомствами. Как временная мера, которая поможет частично справиться с нагрузкой на дорогах, это расширение проезжей части на Т-образном перекрестке. Настаиваем и письмо мы, обращение уже направили владельцу федеральной дороги, чтобы все-таки они до 2022 года в рамках национального проекта БКД, безопасность и качество дороги, расширили сам подъезд, стороны городского моста подъезд. Сейчас он у нас стихийный. То есть поворот направо, на Первомайскую, он стихийный. Он неправильный. Зимний период там не видно проезжей части. Летний период – это обочина. Это уже нарушение. Поэтому эту обочину надо ликвидировать и сделать из него нормальную проезжую часть. Получить ответ от федерального казенного учреждения при Камье по запросу нам не удалось. Однако, по словам руководителя Управления строительства Нейнского округа Михаила Фомина, сроки начала работ по расширению дороги при Камье обозначило 2020 годом. С при Камьем отработано возможность расширения именно дорог на перекрестке в районе бывшего кольца. Это Первомайская, Ленина и на мост. Что позволит создать дополнительные поворотные полосы и, думаю, немножко разгрузить перекресток и сделать его менее подверженным авариям. В целом, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нейнском округе за 2019 год отремонтировано порядка 40 километров. Так был завершен первый этап ремонта дороги на участке улицы Губкина полигон бытовых отходов. Ещё одним введённым в эксплуатацию в 2019 году объектом стала автодорога по улице Дружбы в микрорайоне Наринмар-Вилледж. В посёлке Красное появился асфальт. В городской агломерации стартовала реконструкция дороги Наринмар-Искатели и был реконструирован ряд других дорожных объектов.